Всем привет! И вот долгожданный выпуск совместно с компанией VentMachine мы покажем вам новые приточки серии Orange. Как вы видите, это полный набор. У нас стоит вытяжка, приточка и фильтр офигенного качества, и он же шумоглушитель. И теперь VentMachine стала доступна для большинства людей. Для большинства людей, кто хочет себе сделать приятный, комфортный и правильный воздух в своих квартирах или домах. И вот такие установки позволяют сделать это недорого, но при этом с высочайшим качеством VentMachine. Правильно? Да. Таким же, как мы и все делаем. Доступность. Главный код серии Orange. Более доступная серия, чем серия Calibri по стоимости. Но, тем не менее, она не хуже, она немножко другого предназначения. То есть, основная разница, основное отличие этой линейки в том, что она не предназначена для наружного монтажа. То есть, не для улицы. А в помещениях, по сути дела, это практически такая же серия, как и Calibri. Вот. Значит... Ну, я бы тоже дополнил бы, на самом деле, большинство, наверное, 80% монтажей у нас. Да, мы проектируемые и монтируем их. И в основном все ставим внутри помещения. На улице редко ставим, когда... Поэтому, вот такие вот варианты, они, наверное, чаще будут использоваться. Да. Ну, вот ты как раз хорошо сейчас показал. Вот это вот. Да, да. Они еще очень выигрывают по своей, ну, скажем так, толщине, да, или высоте. В данном случае. То есть, у них 250 высота установки, при условии, что это достаточно производительная установка на 600 кубов. Вот. По высоте она всего лишь 250 миллиметров. И они, так же, как вот у нас серия Orange 350, так же и 600, это высоконапорные установки. Они тихие при этом, но очень хорошо давят в сеть. То есть, имеется в виду, что если у вас будет сеть воздуховодов достаточно обширная, длинная, то это абсолютно не... практически не отразится на производительности. То есть, они очень хорошо продавливают сети. Это большой плюс. Ну, начнем сначала с приточной установки. Приточка Orange 600. Что она себя представляет? Значит, это полноценная приточная установка на 600 кубов. С очень высоким, хорошим давлением на 700 паскалей. С компактными размерами. То есть, у нее, ее высота или толщина 245 миллиметров. То есть, это, наверное, рекорд, да, рекорд на сегодняшний день по толщине. Да, 244 даже. Ну, 245 будем считать. То, что, в общем-то, для дизайнеров всегда очень критичный момент. Ну, кстати, да, у нас вот все канальные кондиционеры средненапорные, которые мы устанавливаем и проектируем в наших объектах, мы всегда ставим средненапорники, там они 250 обычно. И вот эта тоже приточка 250, получается, она влезет в любой санузел нормальный, закроется и проблем никаких нет. Ну да, не опустится и на потолок. То есть, мы его всегда в опуске такие. Учитывая, что канальные кондиционеры тоже в среднем обычно 250 миллиметров, то есть, наша установка не будет причиной. Не будет низкой точкой, да, опускания. Ну вот. Хорошее очень замечание, потому что серия Calibri, она чуть побольше. Не сильно, но она больше. Ну, я сейчас не буду подробно, так сказать, Calibri, да. Дело в том, что Calibri имеет назначение еще и наружной эксплуатации, поэтому там корпус несколько другой конструкции, они и дороже. Вот. Значит, что еще в этой установке полезного? Она очень тихая, высокопроизводительная, у нее очень хороший график линейный по производительности, и при этом она очень тихая. Давайте ее включим туда и послушаем. Ну, она сейчас, в принципе, работает, так что вот я сейчас, если микрофон опущусь, на какой скорости она работает? Сейчас первая, чтобы она, так сказать, была совсем комфортно разговаривать. А, да, есть, есть. У меня просто тягость, да, не особо чувствуется. Вот, но я сейчас могу поставить ее, допустим, на третью. У нее мягкий такой ровный звук. Да, все, я чувствую, да. То есть на первой ее вообще не слышно. То есть я даже не слышу, что она работает. Ну что, давайте тогда открывать ее и смотреть, что внутри. Потому что, ну, снаружи сделан корпус, ну, все отлично. Прямо здесь вот все проклеено силикончиком, резиночки везде на всех этих соединениях. То есть все хорошо? Да. Значит, крышка у нас здесь тоже. Вот пир панели как раз. Да, пир панели. То, про что говорим, да? Да, она достаточно хорошо выглядит. Она имеет очень высокие характеристики по теплоизоляции. И еще по периметру у нас здесь уплотнитель идет, чтобы нигде ничего не подсасывало. А на оранже мы увидели, там была не пир панель изначально. Изначально, да. На 30-м. Да. Но сейчас уже пир панель. Да, на пир. То есть первая версия, когда мы снимали, там был просто пинофол, грубо говоря, такой же фольгированный, ну, фольгированный, блестящий. А сейчас уже пир панель на переднем слое, чтобы больше, чтобы меньше было теплопотерь. Да, ну и эстетика. И в принципе, как бы он такой попрочнее, в общем, пожестче. Крышка получается. Ну да, жесткость появляется. Так, ну, значит, дальше, что у нас здесь имеем. Ну, в общем-то, это то же самое, как и комплектация такая же, как и в 350-й. Значит, по порядку идем. У нас здесь прижимной фильтр. Как его у нас снять? Давай я. Вот так. Ага, да я разберусь. Прижимной. Кстати, уже все зажимчики тоже так продуманные. Ну, постепенно, всегда же, с новой, так сказать, моделью, с новой партией, всегда какие-то вещи, которые, кажется, стоит доработать, они дорабатываются. Поэтому прогресс, в общем-то, не стоит на месте. Стараемся улучшать всегда. То есть, на корпусе, там есть уплотнитель, к которому этот фильтр прижимается плотно. Вот, да. Вот здесь, да? По периметру. Да, соответственно, через, мимо фильтра уже ничего не пролетает. Ну, это, в общем-то, во всех наших установках. Мы всегда так делаем. Фильтр-карман, кстати, он больше служит, дольше вот этот предфильтр, конечно, дольше работает, чем обычная кассета. Ну, ее емкость, да, у него побольше. КПД снижается меньше, да. Это вот для этого выбрали такой фильтр? Ну, да, он и емкость побольше, и стоимость. И стоимость попроще, да? Ну, в принципе, сюда можно и кассету вонзить, да? Если прям кому-то надо будет, можно прям подразмер сделать? В данной версии нет. Вот, кстати, в Калибре, такой проброс анонс, там будет возможность замены разных фильтров. Кассетный, накарманный, несколько кассетных ставить. Ага. Но почему здесь нельзя кассету поставить? Кассета более толстая. Вернее, даже нет. А, ну, то есть, только если подзаказ изготовить, в принципе, можно? Ну, то есть, если заморочено, можно подзаказ изготовить фильтр и воткнуть его, ну... Ну, это как бы все можно, но это, все, что мы говорим, серия, которая, так сказать, попроще, поэтому здесь не стали оградить огород. Этого вполне достаточно для того, чтобы чистить воздух предварительно, но, соответственно, если нужно уже более глубокую очистку делать, то вот то, что мы позже чуть покажем, это ЕПА-фильтр с глушителем, который уже чистил. Ну, да, пока мы про приточку, поэтому, да, это вот стандартная комплектация нормальной приточки, здесь все есть и этого фильтра вполне достаточно. Прижимание прямо вот очень, я вот обратно внимаем, такое сильнейшее прижимание, на самом деле, и задней, получается, стороны, и этот, этот фильтр G4 можно поменять на фильтр F7, такой же карманный, будет розовый такой фильтр, он более, из такого более плотного материала сделан, и он уже пропускает гораздо меньше, я так понимаю, пыли. Ну, у него, конечно, пропускная способность частиц ниже, фильтрация выше, то есть, ну, это опять же на выбор, да, стандартная, допустим, идет с четверкой, а кто-то хочет более серьезную очистку на входе, можно поставить семерку, которая опционально продается. кстати, при покупке вот таких устройств можно сразу купить себе годовой запас фильтров, взять и таких, и таких, просто попробовать, на пробу, они стоят не очень, ну, совсем недорого, и поэтому можно иметь всегда в запасе их, то есть, они должны у вас где-то в кладовке лежать, чтобы каждые полгода, или каждые три месяца просто их менять, и все, потому что, допустим, в Москве за три месяца вот такой фильтр превращается просто в такое сборище, барахло, дерьма, валенок, это как пылесос от вас дома, вот этот фильтр вот такой же грязнющий, это в Москве, в Подмосковье в области за полгода будет такой же валенок, в каком бы ниже вы ни жили там в хорошем поселке, всегда будет валенок, потому что проверено не раз, ужаснейшее состояние фильтров, мы приезжаем на ТО, там спустя год мы просто, этот фильтр выталкиваешь, а там прям вот такими кусками грязь, и вот мы для себя выявили, что раз в три месяца это прям вот надо менять, если вы следите за чистотой в своем доме, чтобы вас приточка работала, максимально сохраняла кубатуру, и при этом не летела с нее за себя грязь, ну раз в три месяца вот по-хорошему надо менять, раз в полгода это прям минимум, и мы продаем, это еще от этажности, ну и соответственно от воена, мы в коттеджах смотрели, да, вот там этажность конечно маленькая, но там чистая, типа, экология, там нет машин, там все дела, ну, в новостройках, там где допустим параллельно с людьми, которые живут, рядом все строятся новые дома, конечно, там надо заменять гораздо чаще, и там причем он может быть фильтр не грязный, да, с точки зрения не черный, а пыль вот бетонная, она вся же белая, и он будет такой прям забитый, это прям видно все, ну когда вот будете менять фильтры в таких устройствах, вы обратите внимание, как у пыли они ловят, я бы конечно рекомендовал бы F7 поставить, ну я бы взял G4, купил бы G4, они как базовые, а F7 бы себе про запас пяточек сразу бы взял, потому что, чтобы не заказывать, постоянно взял, поменял, это очень удобно, да, лучше запас, конечно, мы всегда рекомендуем, берите сразу годовой запас, на двухлетний, трехлетний запас, вообще они копеечные, да, меняются фильтры легко, для этого не надо вызывать специального, обученного человека, то есть просто открывается крышка, отстегиваются клипсы, вынимается старый, ставится новый, то есть в общем-то, это может делать сам пользователь, без проблем. Ну, взяли крышку, да, вот, все, я показал же, вот, по сути, отжали две защелки, и все, фильтры у вас, чуть-чуть нового вставили, элементарно, больше ничего не надо делать. Дальше, да, нагреватель, нагреватель, как он используется, опять же, здесь блок автоматика, здесь нагревательный, здесь контроллер спрятан, все, да, все под этой крышечкой, здесь все спрятано, аккуратно, и, соответственно, вот здесь вот клемма подключения, идут для разных устройств, здесь вот есть как раз гермовыводы, то есть можно различные внешние устройства, подключать там вытяжной блок, датчик CO2, клапан, то есть, в общем-то, все вполне себе прилично. А, кстати, да, наверное, многие заметили, что у приточки нету встроенного клапана, как в серии, высшей серии калибри, он покупается отдельно, если он вам нужен, вы просто покупаете его отдельно, он есть как опция к этой установке, причем уже утепленный, готовый к монтажу. Просто вы ставите его ближе к отверстию, к уличному, и все, и подцепляете к этой припосле. Можно и сюда, прямо к установке, но просто появляется возможность уже разнести подальше. Да, да. То есть, так только, ну, по-хорошему, наверное, когда есть такая возможность, лучше ставить на вход сразу, чтобы помещение отсекалось на входе. Да, ну, а вообще без него тоже, на самом деле, можно, и... Ну, я бы, наверное, не рекомендовал без клапана. Опасно, да? Потому что, ну, вытяжка, допустим, зимой, но всегда вытяжка работает, да, она не перестает работать. Соответственно, если у вас нет клапана, вы выключили установку, воздух перестает нагреваться, и просто самотоком, холодный ледяной воздух с улицы начинает поступать к вам помещение, просто выморозит вам ее, ну, в холодное время года, в первую очередь. А, соответственно, если там еще какой-то фильтр стоит более, допустим, фотокаталис, да, там, с ультрафиолетовыми лампами и так далее, то есть они выключены, а на них будет попадать грязь, если нет клапана. Они не будут его чистить, то есть он будет оседать просто. То есть, в общем-то, клапан, это вещь такая необходимая. То есть, все-таки клапан, нужно заранее позаботиться, поставить клапан? Да, ну, любая приточная установка, в принципе, любая вентиляция, она, в общем-то, априори, должна иметь клапана, как на входе, так и на выходе, но в первую очередь на входе. То есть, если на выходе мы хотя просто забираем, да, то есть на выходе, там, если ставится обычно обратный клапан, да, чтобы не опрокидывать, если там что-то произошло с вытяжкой, чтобы не пошло на помещение, вот, а на входе просто прям обязательно. Ну, хорошо, еще вопрос, вот, многим, может быть, спросят, плата находится не в теплой зоне, получается, у нас, а в зоне забора холодного воздуха, зимой она не будет, если что-то, секундочку, во-первых, сейчас я, нагреватель стоит сразу после фильтра, да, соответственно, далее после нагревателя, все остальное идет уже в теплой зоне, да, а плата у нас вот она, да, но она, самое главное, находится в сухой зоне, то есть там, где нет ни конденсата, ничего, соответственно, никогда с ней ничего не случится, но в принципе, мы не сомневаемся, что гарантия на вентмашины чуть ли не пожизненная, ну, пожизненная, это вот, ты перегнул, но, в общем-то, сохранение, гарантия большая, насколько она, три года, и дальнейшая сервисная служба, я понимаю, что все равно всегда возможно, всегда есть на любые, даже, мы же обращались на старые приточки, которые там выпущены 20 лет, или сколько назад, да, все есть на них, можно сделать, мы поддерживаем всех наших потребителей все эти годы, то есть уже 20 лет мы работаем, и 20 лет у нас даже для тех установок, которые были выпущены еще там, первая самая, даже первая, да, мы все равно поддерживаем какой-то склад, заменяем их фильтров, частей каких-то, потому что люди до сих пор ими пользуются, это, в общем, тоже показатель, то есть, они через 3-5 лет не выбрасывают их, они там вот уже по 20 лет до сих пор ими пользуются, да, ржавые там висят такие, но работают. есть и ржавые, да, но здесь тоже, в общем-то, ну, 20 лет, на самом деле, ну, почему они должны быть ржавые 20 лет? Вообще не должны, мы просто не должны, но просто тогда мы еще только начинали, и какие-то тонкости мы просто не учитывали, а сейчас у нас те установки, которые предполагаются эксплуатироваться на улице, то есть они либо идут из нержавейки, либо они идут с таким покрытием, которое уже ржаветь не будет, то есть там оцинковка, допустим, покрашенная, там, нагрунтованная, то есть уже совсем другой вариант, вот, поэтому, конечно, когда видишь на улице ржавую нашу установку, сердце обливается кровью, вот, но сейчас уже такого не делается. Надо предложить людям трейдин. Ну, в общем-то, мы делаем, да, то есть те люди, которые хотят, они обращаются, у нас в музеях стоят установки, некоторые, которые именно по трейдину, но это больше не для того, чтобы их там как-то разобрать, перепродать, да, просто для того, чтобы оставить на память, там, да, то, что когда-то, там 15 лет назад было продано. Так что не переживайте, что она находится в холодной зоне, да, то есть, в принципе, все рассчитано инженерами, так скажем, поэтому проблем никаких не будет с платой. Вкратце еще проговорили про нагреватель, но не сказали, какой он, но он же был раньше немецкий, потом стал наш белорусский или наш отечественный. Нет, не белорусский, это наши российские нагреватели, да, это очень качественное изделие, на наш взгляд, которое мы сейчас вот нашли и ставим, то есть, мало того, этот завод делает под нас наши типоразмеры, в отличие от немецких, которые шли своими типоразмерами, нам приходилось сделать оборудование под них, подгонять, а теперь наши производители, они делают типоразмер такой, какой нужен нам под наше оборудование, они подгоняют, поэтому это очень удобно, по качеству, на мой взгляд, не хуже, а то и лучше, чем у нас. Но самое главное, чтобы ничего не загорелось, как бы все было это. Ну, у нас уже есть опыт проверки, как это делается, поэтому, на наш взгляд, все качественно, все нормально проверено. Значит, корпус здесь имеет очень хорошую шумоизоляцию, шумоглушение, вот эта вот толщина. Ну, это каменная вата, да, по бокам обернуты? Нет, это не каменная вата, это форма, в общем, синтепон, иначе говоря, в специальной такой обработке. То есть, не пылящий материал? Абсолютно. Он не деградирует, то есть, нет опасности, что через 10 лет он начнет расщепляться, и вот эта пыль появляется. не скомкается ничего, он будет всегда такой... самое страшное, на мой взгляд, это не то, что она скомкается, а то, что она может начать расщепляться, и эта пыль каменная вата, вот эта вот, она пойдет в дыхание. Вот это, на мой взгляд, никакой деградации, опять же, вот на опыте тех установок, которые мы 20 лет назад продавали, там никакой деградации не произошло, но это сейчас уже можем посмотреть, проверить. Вот, далее идет вентилятор высоконапорный. Винты какие стоят? Немецкие, как обычно? Вентиляторы, да, стоят немецкие. Стигров снятые? Стигров снятые, с пантерстер, с леопардов. Вот. Показывают себя очень хорошо, с очень хорошими показателями, по давлению, как я уже говорил. Будем надеяться, что и по, ну, поскольку это уже вентиляторы других производителей, не те, которые мы раньше использовали, в связи с нынешней, так сказать, политической ситуации, пришлось перейти на другие, не можем сказать, насколько они, так сказать, вот, такие же неубиваемые, как и были до этого, но после тестов они себя показали замечательные, я думаю, что у них срок эксплуатации будет не меньше, чем у тех, которые мы ставили раньше. Ну и в принципе-то все, да, больше у нас особо нету компонентов, все на самом деле просто, Автоматика GTC стоит? Автоматика GTC, либо Zintech, на выбор, как обычно. Вот, соответственно, здесь также канальный датчик температуры выводится, как и во всех канальных наших установках, вот, но имеется в виду такие вот калибри, допустим, как там было, калибри 500, вот, то есть, надежная, тихая, производительная, компактная, с высоким давлением, очень хорошая установка с невысокой ценой. Да, и цена, мы, наверное, не сказали, начинается от... Дело в том, что цена еще может меняться, то есть, ну, лучше всего смотреть на данный момент на сайте цену, но я могу сказать, что это одна из самых недорогих установок на сегодняшний день на рынке вот с таким вот, с такой начинкой, с таким качеством, она, наверное, выиграет у всех еще и в цене. Но мы с качеством, мы с таким никого и не знаем, на самом деле, не с кем сравнить. Ну, как говорят, есть наши, так сказать, конкуренты, да, которые говорят, что вот у нас такие же установки, как пенс-машина, только дешевле. Вот с этой серией они этого не могут сказать. Не, по качеству вот мы все смотрим установки. И все-таки качество, вот ваша педантичность, как вот ее, как вы собрали, как подрезали, как каждую деталь вставили, как заклепали, ну, нету, равных нету. Есть там, допустим, Бризард, который делает там, уже, не знаю, тоже очень много лет, там, больше 20 лет она делает, Но у них установки приточные, они гораздо проще. То есть там и вата там используется, да, и сами по себе они проще. Ну, Бризард хорошие установки, причем. Они у них, массовый продукт, только даже, мне кажется, направленный счет в сегмент, прям на еще более дешевый сегмент какой-то там, у них, но качество у них далеко не такое. Золотой у них какой объем? Объем производства, может большой, да, там сроки у них очень долгие, ждать установки очень долго. Но качество у них не такое. Другие там, всякие мини-боксы и прочее, но у них качество все-таки в любом случае хуже. Как бы, ну, они стараются, но у них все равно качество не сравнимое с сегмент машиной. Никогда. И я даже не знаю, кого сравнить-то нету. Если брать немцев, то немцев сейчас нет никаких. Да и качество у них было немцев, я бы сказал, что лучше, у них хуже было качество. Они все были проще гораздо установки. Ну, наверное, из-за того, что у нас количество производимой продукции не такое большое, то есть можно отчасти назвать хэммейдом наше оборудование. Ну да, но и, наверное, и качество здесь тоже более высокого уровня. Просто с таким подходом нету компании вообще никаких. Мы переживаем за свое оборудование. Мы работаем не только за деньги. это реально видно, что да, качество всегда у машины какой-то безбашенное. Хватит, хватит. Ну что, давайте проведем замеры производительности установки. Как мне сказали в этом квартирном вопросе, давайте без давайте. Прежде чем перейти к блоку фильтрации, давайте проведем шумовые замеры и замеры производительности приточки. Сейчас она работает на третьей скорости. Скорость, которая, скорее всего, будет чаще всего эксплуатироваться в квартире. То есть, там, третья или четвертая скорость. Ну, давайте сейчас остановимся на третьей, чтобы посмотреть разницу с глушителем и без глушителя. с глушителем и фильтром и без шумоглушителя. Ну, вот я вижу примерно по замерам, что у нас третья скорость это 200 кубов. В районе 200 кубов у нас получается третья скорость. Теперь давайте замерим уровень шума на третьей скорости. Молчание с прачечной. Это уловки. 43,8 было, по-моему, самое маленькое значение на третьей скорости 43,8. Это без шумоглушителя, без надетых воздуховодов. Это в открытом, в голеньком виде, так скажем. С этой стороны у меня такого шума вообще нет. Вентилятор стоит здесь? Просто из вентилятора. Будет шумоглушителем, мы покажем еще, что будет с шумоглушителем. Теперь давайте пятую производительность пятой скорости. Что у нас по шуму? Смелая 300 кубов притока. Пятая скорость 300 кубов. 300 кубов по шуму. По шуму надо помолчать. 49. 48,6 было минимум. 40,49. Это на пятой. Теперь восьмая скорость. Производительность 500 кубов 510. Ну, будем считать 500. 500 кубов восьмая скорость. И шум. тоже 59,2 самое маленькое значение было. Там было 48 с чем-то, А тут 59,2. А теперь включаем максимальную десятую скорость и посмотрим наши 600 кубов. Есть? Есть. Даже 640. Ну, и 700 есть, да. Я думаю, реально где-то 600-640. Я в нескольких точках я замерю. Во всех точках, где бы я не мерил, получается больше, чем 600 кубов. А, давайте шум. 62 кубов. Ну, 62 кубов. Ну, 62 кубов, да. Ну, 62 кубов, да. Ну, оно ощутимо, потому что уже... Ну, это более предел уже этот, да, так сказать, турборежим. То есть, как мы увидели... На первой сколько? Давай померяем на первой. Мы не меряем. На первой пусто. Не может быть. На первой, как у лучшего, как у хорошего бризера на букву Т 112, 110. Только не слышно. Только не слышно. Ну, да, 30 децибел будет наш. 31. Ну, это уже на уровне нашего фона. Приточку мы посмотрели. Переходим к фильтру глушителя. И нас очень интересует его очищающая способность. Так, значит, что у нас здесь? Что чистить? Здесь, ну, это ЕП-11 фильтр. Собственно, очистит он все практически, кроме газов. То есть, частицы до 2,5 МКМ он, в общем-то, в 0 практически. Частицы ПМ-2,5, чтобы вы понимали, это самые-самые мелкие частицы, которые не видно глазом. Это такая невидимая мелкая пыль. Это принятый, наверное, такой вот критерий, по которому определяется пропускная способность фильтра. То есть, 2,5 – это уже показатель такой. То есть, он не пропускает вообще их. Ну, прям 0. Ну, прибор показал 0. Может быть, конечно, там где-то прибор соврал, там еще что-то. По характеристике у них до 5% пропускная способность допустима. Да, ну, по прибору вообще было 0. Значит, что в нем еще полезного? Он имеет очень большую емкость. То есть, здесь, во-первых, его легко менять. Давай, там открой тогда, да? Вот, то есть, эта рамка специально сделана таким образом, чтобы она не снималась, потому что, если фильтр висит на потолке, чтобы заменить фильтрующий элемент, эту рамку открываем, и она висит, она как бы не падает, то есть, как дверь такая. Соответственно, вынимаем вот такой вот огромный ЕПО-фильтр. Вот его телевизор такой. Чистовая сторона, откуда уже поток выходит, воздух очищенный. А это заборная часть. Да, на нем есть стрелочка, но просто для простоты вот с той стороны, где углубление, сюда воздух должен входить. Это на случай, когда будет замена, чтобы не перепутать, как его поставить. То есть, если у вас, допустим, вот со стороны Сергея идет заход воздуха, то, соответственно, вот в данном случае он тогда... А, да, вот она универсальная, то есть, ее можно... Слушай, там не вижу. Вот так, да. Ну, все, ага, и закрывается. То есть, в этом случае сейчас заборная часть у меня вот так проходит через фильтр, и уже поступает чистый воздух туда. Да, и замки закрывают. Ну, замки, да. Плотно все споряжалось. Основная функция этого прибора, это, конечно, очистка воздуха. Высокая степень очистки, большой фильтр. Но вторичное его свойство – это шумоглушитель. Он убирает шум не хуже, чем, а то, может быть, где-то и лучше, чем вот стандартные шумоглушители, которые продаются отдельно. Вот. И в дальнейшем мы сегодня покажем наглядно, насколько он хорошо убирает шум. Он отлично вставляется последовательно после нашей приточки. Вот. И составляет полноценную уже тихую, чистую работу. Ну, весит он, сколько написано, 10 килограмм, да, всего лишь? Ну, его в кармане не носить. Ну, да, не тяжелый. Для монтажа вполне себе приемлем. Ну, и стоимость вот такого фильтра, как часто нужно менять, сколько он стоит примерно? Его же нужно будет менять периодически? Да, значит, на эту модель, ну, на данный момент, в розницу он стоит в районе 9 тысяч рублей. И если в свое время наменять предварительные полевые фильтры на приточной установке, да, то он прослужит год-полтора, может быть, больше, в зависимости от того, какая загрязненность воздуха будет в этом месте, в этом районе. Ага, ага. Вот. То есть надо чаще следить за своим основным фильтром на приточке, оставлять его максимально чистым, чтобы вот этот дорогостоящий фильтр за 9 тысяч не так часто менять. Ну, для аллергиков, для аллергиков это просто спасение. Ну, да, для аллергиков вообще любая хорошая фильтрующая система, это... Ну, и для людей, которые просто хотят дышать чистым воздухом, это тоже очень качественное решение. Ну, кстати, да. Да, просто, да, опять же, повторюсь, когда видишь, сколько гадости не пролетает в квартиру, когда стоит приточная установка, вот что на фильтре остается. Ну, даже просто на обычном полевом, там четверка-пятерка. А на одиннадцатом, соответственно, то, что мы даже не видим, все это оседает в легких. А, да, здесь же вообще невидимые частицы, по сути, да, мелкие. PM2,5, вы их не видите, они в 25, это, по-моему, раз на меньше, чем волоса. Ну, короче, супер мелкие частицы, самые вредные, которые не так давно обнаружили. То есть их не видно человеческим глазом, их не видно на фильтре. То есть их просто фильтр собирает. Ну, и, собственно, вот крышка для этого прибора, тоже шумоглушающим слоем. Ну, это везде синтепонт какой, да, такой нейтральный, химический нейтральный, да? Да, шумоглушительный, основная функция это шумоглушение. Плюс еще, конечно, утепление, но здесь это не первозначимая часть. То есть с него ничего не летит, он... Нет, он не деградирует, он не деградирует, он может служить очень долго. У нас этот материал мы используем уже 20 лет и никаких претензий. И стоит сам этот бокс дополнительный к приточке? Подсказать вам? Да. 46, 49, он у вас стоит 4900. Спасибо. Я всегда направляю к нам на сайт, когда меня спрашивают, сколько стоит, потому что боюсь ошибиться. Я художник, я говорю, да? В общем, да, цена... Я всегда говорю, что цена для нас, она не первична. Главное сделать качественный прибор, который решает проблему людей. Не спекулирует на проблеме, а именно решает проблему людей. А цена, это уже плата за решение проблемы. То есть 46 тысяч минус фильтр 9, да, получается 36 тысяч коробка. На самом деле, кто занимается металлом, обработкой и вот этим всем, коробки примерно так и стоят, на самом деле. Если вот ее разработать, ее склепать... Просто многие будут написать в комментариях, я предвижу. 50 тысяч за коробку, да, это дорого. На самом деле, нет покраска, сборка, все это... Во-первых, это серьезный фильтр, который сам себе стоит приличный денег. Ну да, 9 тысяч. Просто, да, сам по себе дорогой. Плюс корпус, шумоглушитель, плюс работа. Ну, в общем-то, мы обычно формируем цену не из точки зрения того, вот мы хотим заработать вот столько-то, да, и не важно там, что у нас себестоимость обошлось. В первую очередь, мы суммируем свои затраты. То есть затраты на материал, затраты на те же налоги, там... Ну, понятно, понятно. ...зарплаты людей и так далее. То есть и все дополнительные затраты, которые у нас будут связаны где-то с тем, чтобы это реализовать. И поэтому цена складывается, она не с потолка берется. Если был бы конвейер, как на кондиционерах, да, миллионами там заводы выпускает, то, конечно, цена была бы меньше, но тут конвейеров нет, тут все... Ну, никто же, или, не знаю, может, задается вопросом, почему пластиковые бризеры стоят в 10 раз дороже своей себестоимости? 50 тысяч он стоит, да. Да, а себестоимость его, там, сколько там, 40 долларов, вам, да, мы говорили? Ну, в районе 100... А, привезенные... Да, то есть, по-моему, порядка 100 долларов привезены сюда уже. Вот, ну, собственно... А, продается 50 тысяч рублей, как бы... Ну, поэтому я не думаю, что это дорогая вещь с точки зрения ценностей и цены. Ну, да, это точно. Ну, а теперь давайте посмотрим, насколько же он хорошо выполняет свои функции, как он гасит шум, в первую очередь, мы сделаем замеры все. Ну, и, конечно же, заодно мы увидим, как теряется кубатура при точной установке, когда у нас в сети появляется вот такой вот дополнительный агрегат. Конечно же, он чудеса не творит, все равно он часть кубатуры отъедает, но эта часть незначительная, мы знаем, что это порядка 100 кубов он должен отъедать. Сейчас посмотрим, замерим в реальном условии. Любой фильтр создает сопротивление и, соответственно, отъедает производительность. Но Epo это вообще класс высокий, и у него сопротивление вообще высокое. Поэтому 100 кубов, на самом деле, из 600 это чудеса при такой фильтрации. Проверим, посмотрим. Ну что, теперь мы подключили наш шумоглушитель, он же Epo фильтр, Epo H11. Замеряем тоже на заборе, потому что, ну, сколько забираем, столько и выдаем. Ничего не теряем. Ничего не теряем, да. Третья скорость. Это порядка 200 кубов. Вот непривычно, потому что так тихо, да, как будто первое. Потеряли. 70 кубов потеряли. Как и говорили, 70 кубов нету. 130 кубов. Так, теперь звук. Ну, по звуку я чувствую, что вообще. Ну, 32 децибела. А было? 39. 32 децибела, 130 кубов, третья скорость. А первое? А сейчас интересно первое померить, да? Давайте первое. Было 110 кубов, стало 70. Теперь 40 кубов. Ну, шум я не вижу смысла, ее вообще не слышно. Да, я не слышно. Так, ну что, теперь пятая. Пятая. 220. Было 300, стало 220. 80 кубов потери. По шуму? 38. 38 децибел. Восьмая скорость. Было 500 кубов, стало. 380. Ну, 390. Я думаю, что она в других поболее намерен. Ну, 380, да, 380 кубов. 47. 47. Больше. 11 децибел. Хорошо. И десятая скорость была 62 децибела. И порядка... 640. 600 чем-то кубов. Сейчас. 640 кубов была производительность. Ну, 500. Около 500. Около 500 кубов. Около 500. А по шуму? Зрители, наверное, не понимают, где мы там вдали, смотрим эти показания. Где-то на горизонте шум, где-то на горизонте производительность. У нас большая проекция тут, да. 52. 52. На 10 децибел ниже. В общем, штука работает. Работает хорошо. Надо снизу поменьше поставить. Не, ну это вообще не слышно, да? Как будто просто куски лежат для этого фигни. Ну, вот на одного, ну даже на двух человек. Вот вторую, да, допустим, сейчас я вторую включу. Да и третью тоже не слышно, на самом деле. Ну, померяй вторую сейчас сколько. Вот. Такое ощущение, что я не рабочий аппарат, я жду, когда запустится. 100 кубов. 100 кубов, то есть вот на второй скорости на двух человек. В комнате вообще идеально. Абсолютно не слышно. Скажите, Сергей, ваши личные впечатления, да? Скажите, Сергей, ваши личные впечатления. Все хорошо. Какие личные впечатления? На самом деле все ожидаемо, все супер тихо. Сами вентилятор тихий оказались прям тихи реально. Или корпус их заглушает? Ну, я думаю, и вентилятор тихий, да, и корпус заглушает. Когда работа над установкой идет, то все равно появляются какие-то побочные шумы в процессе. То есть ведь это как бы уже там, не знаю, там... Первый пилотник никогда не выходит рабочим. То есть всегда после первого, второй, там, третий. То есть мы экспериментируем, удаляем какие-то негативные характеристики, в том числе шумы в первую очередь. И то, что сейчас получилось вот это вот тихо, это уже, так сказать, следствие вот этих многократных испытаний. То есть и переделок. Поэтому вентилятор здесь, конечно, хороший, бесспорно. Но он не единственное, что влияет на шум. То есть все внутри аэродинамические процессы, да? Да, потому что чуть не тот угол где-то, и начинается какой-то зум, свист, там, или гул, как вот срыв потока, бульканье вот этого. Очень такие все критичные моменты. Просто я понимаю, что даже вот без этой штуки, мы же, эту штуку же не все будут брать, я так понимаю. Хотя она стоит по цене четырех шумоглушителей, трех обычных шумоглушителей. Но это в первую очередь фильтр. Это в первую очередь фильтр, да. В первую очередь EPI фильтр, который имеет очень высокую степень очистки. Да, единственно, по размерам, может, кому-то просто не подойдет, такая связка большая, и возьмут связку поменьше. То есть с обычным шумоглушителем. Но шумоглушителем мы получим, мы уже не потеряем никакого количества кубов наших, но и получим такой же феноменальный уровень шума тихий. Тихий, да, но без очистки. Но без очистки, да. Здесь в первую очередь цену составляет этот фильтр. Я просто хочу сказать, что она тихая будет и с обычным шумоглом. Да, конечно. Такая же тихая. Если не нужна такая высокая степень очистки, и, конечно, можно взять более дешевый фильтр, ой, фильтр, глушитель, глушитель. Не, мне нравится с точки зрения того, что она такая тихая, у нее нет вибраций, ничего нет. Она прямо как вот. Вот сейчас на третьей скорости она лежит. Как будто выключена. Как будто выключена. Но вот так вот если... Да, начать как-то уже вдумчиво так думать, что-то там есть внутри. Но супертихая. Мне нравится. Вытяжку. Смотрим вытяжку. Смотрим вытяжку. Ну, наконец-то мы добрались до приточной установки без нагревателя эконом-серии. Тоже вариант. Не, на самом деле, без нагревателя не нравится. Офигенная приточка. Без пульта. Пульт можно просто кнопкой вкл-выкл-выключатель. Без нагревателя. Стоит как Тион. Производительность в 7 раз выше. Производительность в 7 раз выше. Шума в 7 раз меньше. Это приточка для теплых регионов. Ну, а что, реально в Краснодаре нахрен надо? Да, нахрен. Или в Крыму. Зачем им приток? В теплых регионах. Пожалуйста, ставьте на приток. Шумак с ЕПО-фильтром. И все. И полноценная приточка без нагревателя. Вообще людей запутал. Наконец-то мы добрались до вытяжного блока. Нет, я все оставлю. Наконец-то мы добрались до вытяжного блока. Давайте откроем и посмотрим, что у него внутри. Чем он отличается от других вытяжных блоков. Ну, а если мы говорим про вытяжной блок для серии Калибри, то, в общем-то, он отличается немногим. У него тоже шумоглушащий корпус очень хороший. Вот это все. Кстати, это толщина. Да, теплоизоляция, шумоглушение. Плюс еще к этому здесь есть интересная такая вещь, как переключатели для того, чтобы сбалансировать производительность вытяжки с производительностью притока. То есть, если, допустим, вы собрали приточную систему и сеть оказалась с достаточно большим сопротивлением, а вытяжка на максимуме дает 700 с лишним кубов, то есть у вас получится дисбаланс. То есть вытяжка будет больше забирать. Сильно преобладать. Да, преобладать по сравнению с притоком. То вот этими переключателями можно выбрать такую конфигурацию, которая позволит уравнять производительность вытяжки с производительностью. Ну, все равно вытяжка должна быть чуть больше, да? Ну, вопрос спорный. Допустим, где-то больше, а где-то, например, в квартирах лучше, чтобы был приток больше. Да, чтобы не было... Выдавил все запахи, все через кухню, что оно злой. Вот. То есть здесь надо смотреть по проекту конкретно. И у нас, насколько я знаю, здесь от 730 кубов до 550. Можно ее опустить. Да, да. То есть разной конфигурации переключателей можно плавно опускать производительность от 730 вниз. Ну, это без нагрузки. Если у вас есть воздуховода, то это значение может быть там еще и меньше. Но поскольку здесь фильтров нет никаких на выходе... А поставить можно? Ну, все можно. Вопрос в том, что, допустим, если мы берем калибри или там, прошу прощения, Orange, вот эту серию, да, там, 700-ю, плюс к ней фильтр, шумоглушитель, который там съест какое-то количество производительности, да, плюс еще сеть какая-то и так далее. И он, допустим, там, 640 упадет, там, допустим, до 550, да, на выходе. Максимальная производительность. А эта вытяжка дает 700. Соответственно, это будет слишком преобладание большое. Можно переключателями уравнять их, чтобы приток и вытяжка были... Ну да, раньше просто нужно было провода перекоммутировать, а сейчас сделали просто уже удобными такими переключателями. Да, в паспорте есть картинки, схемы, какой куда переключатель поставить, чтобы какая производительность получилась необходимая. Ну да, удобство, удобство. Ну, в принципе, она маленькая, да, по сути, высота тоже у него высота еще меньше, чем у приточки, да? Такая же, та же, 245 миллиметров. Это специальная серия, она идет одной высоты, для того, чтобы можно было их в линейку все выставлять, чтобы потолки делать на одном уровне. Ну, так что, вот такой вот достаточно приятный, небольшой, качественный девайс. Из серии Calibri 600. Вот. Из серии Orange 600. Точно. Серег, ты хорошо уже разбираешься в нашем оборудовании. Спасибо за помню. Уже лучше, чем я. И о цене, кстати. И о цене я тоже хотел сказать, что стоимость данной вытяжки составляет 63 900, но 64 тысячи рублей. Что, на мой взгляд, на самом деле, очень низкая цена вообще в сегменте вытяжек. С такой стоимостью вы таких вытяжек, аналогичных, не найдете на рынке. И Lifehack небольшой в эту вытяжку можете подключить к любой приточной установке, которая производится сейчас. Различных брендов. Просто уточняйте. Возможно, как правило, 90% приточек поддерживают эту вытяжку. Ну, лучше Корнжом. Да, лучше, конечно, Корнжом, чтобы у вас было все в одном, так скажем. С нашими установками эта система работает синхронно. То есть, с пульта вы включаете любую скорость. И, соответственно, синхронно работает и приток, и вытяжка. Вот здесь ЕЦ-вентиляторы, все настроено. Поэтому, конечно, можно подключить к другим, но здесь уже все отстроено. Просто, когда у вас будет рыжая и черная, это как бы не то. Не, не алло. И, собственно, как бы смысла ставить, на мой взгляд, другую приточку нет. Потому что ценник и качество здесь, ну, прям... Доступная, на самом деле, очень доступная. Очень доступная, а качество весьма высокое. Вот столько новинок нам показала сегодня компания Вентмашин. Это самая топовая линейка Оранж, самая максимальная, 600-кубовая. Мы посмотрели вытяжку, мы посмотрели приточку, мы посмотрели блок очистки. И всему были очень рады, что появилась в линейке такая серия установок. Поэтому смело берите, рекомендуем. Все супер, все отлично, ценники огонь. Спасибо. Будем рады, если вы будете пользоваться этим орудием долго и счастливо. Придется пользоваться долго и счастливо. Барабайчиком. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...